Привет! Всем привет! Сегодня мы говорим про измены. Я проехала 156 километров, чтобы выяснить, уже полгода меня мучает вопрос, изменял ли Алексей Красиков, и как часто, и чем он может это объяснить и оправдать с точки зрения когнитивно-поведенческой психотерапии. Окей, мы сегодня, правда, поговорим про измены. Это очень частая история и в кабинете психотерапевта, и в жизни. Думаю, вам будет интересно и полезно узнать и мнение красивой девушки, видеоблогера, писателя Виктория Саева, и меня, психолога-консультанта. Поговорим мы сегодня об изменах. Смотрите внимательно. Слушай, я тебе давно уже хочу кое-что сказать, но просто лучше, чтобы ты это узнал от меня. Понимаешь? Ты знаешь, что вот я хотела это делать на Ютубе только с тобой. Мне сказали, ты не изменял с кем-то. Черт, да, было дело, блин, да. Но это было только один раз, я тебе клянусь, это вообще ничего не значит. Окей. Вообще ничего не значит. Ты сможешь меня простить? Это, кстати, типичная история. Ты был один раз, это ничего не значит. Давайте об этом поговорим. Ты вообще что думаешь? Вообще мне не нравится слово «измена». Давайте уберем это слово и его заменим просто половым актом с сторонним партнером в наличии каких-то отношений. Неважно, юридически законных, муж, жена, или вы просто встречаетесь. Просто мы говорим о сексе на стороне с человеком сторонним. Так? Примерно так. Хотя, знаешь, мне кажется, что очень часто то, что нас называют изменой, это просто отсутствие определенных договоренностей. Ну, там, грубо, мы начали встречаться. С какого момента мы должны друг другу хранить верность? Там, с первого свидания. То, что девочки обычно считают, я с ним сходила на свидание, мы кофе вместе пили, он меня у подъезда, может быть, поцеловал с языком. Все, как бы, мы уже пара. С языком? С языком, что важно, да, то есть это не чмоки-чмоки, да, вот, то есть мы уже должны хранить друг другу верность. А мальчик может думать, ну, что, мы же еще даже не переспали, как бы, ну, еще отношения не начались, еще можно там походить, повыбирать еще с кем-то. Кто-то думает там, ну, мы съехались, вот теперь-то точно, точно, да, в России нет культуры, когда пара села и сказала, слушай, у меня вообще все нравится, я как бы готов там, как в Америке говорят, на эксклюзивные отношения, да, что мы встречаемся только друг с другом, и мы не занимаемся сексом на стороне, у нас же нет таких разговоров. Эксклюзивные отношения, мне кажется, более продвинутая история, но сейчас мы об этом поговорим. Да. Ну, а ты как считаешь, верность, с какого вот момента пара должна начинать друг другу хранить, если должна вообще? Ты меня сейчас спрашиваешь, как у психолога или как у человека? Вот и человек, что ли. Ну, на самом деле, я считаю, что нету таких границ, там, с языком, и куда этот язык, да, это как бы не так уж и важно. А здесь вопрос в том, что есть девушка, которая говорит, а мне нет, это не измена. Ну, он просто кончил мне в рот и что-то такого-то. Да, я люблю своего мужа, поэтому тут вопрос не в этом, я думаю, тут вопрос в том, что каждый сам решает, хочет он одного партнера или будут предпосылки и определенные проблемы, которые приведут к изменам. И я бы сегодня в нашем блоге хотел рассказать о причинах измен. Давай, погнали. С точки зрения именно и кабинета психотерапии, и жизни. Но сначала я хотел у тебя спросить, вот ты популярный женский блогер, у тебя много женской аудитории. Вот они чего думают? Вот просто мне интересно в популяции. Вот у меня, например, много людей в терапии, которые так или иначе могут попасть в депрессию, узнав, что их мужчина вступил в половую связь, не хочу слово измены говорить, на стороне. И они интерпретируют это как я хуже, он меня не любит, он предатель, значит, я не такая хорошая, он не должен был так поступать, иначе это говорит о том-то. Но начинается депрессия, это вообще отдельная тема депрессии и измены. Вот с твоей профессиональной точки зрения, вот как женщина относится к этой истории? Знаешь, я очень часто сталкиваюсь с феноменом, когда это происходит, да, она там, допустим, поймала его на чем-то. Даже, кстати, не факт, что на половой связи, а на том, что он пошел на свидание и просто, там, не знаю, кофе пил с какой-то левой телкой, или просто лайки ей поставил, или просто была какая-то там такая игривая переписка ВКонтакте, это уже приравнивается к измене, да, для девочки, да, для многих девочек. И основной такой паттерн, да, это какого хрена я не заслужила, я такая замечательная, я вот это делала, я вот это делала, я вот там глотала, я вот там лизала, я то, я все делала, чего ему столько не хватало, да, то есть. И второй тоже очень популярный паттерн, это когда, а что я-то все это время терялась, какого черта, то есть, да, а что, было можно, да, то есть очень многие думают, блин, я там пять лет простаивала в сухом доке, ко мне такой-то подхатывал, мне то-то предлагали, мне вот тот-то вообще аниматор в Турции мог просто устроить там варфоломеевскую ночь, я нет, я пять лет в миссионерской позиции лежала, что-то имитировала, ждала, он пошел там, оп-оп-оп, я как бы всех аниматоров в Турции мимо пропустила, все, вот это вот очень, знаешь, несправедливость. Упущенная выгода. Да, 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 что я же вот сохранила, а он-то какого черта, а вот знала бы вот уже бы вот-вот, вот, вот, сожаление о потерянных возможных, что же я на корпоративе растерялась, и бывший мне тогда звонил, можно было бы помянуть, то есть вот так. Да, тема сухого дока, это, конечно, интересно, но я думаю, что здесь идет история про обиду, да, когда девушка высказывает ожидания, вообще, если чуть-чуть прикоснуться к психотерапии, то проблема эмоциональных расстройств в плане измен возникает от ожиданий. Я ожидала, что ты такого делать не будешь. Это вот то, о чем ты говоришь, что нету правил игры, нету договоренностей. Вот мы с тобой когда-то снимали тему, помнишь, про БДСМ? Да. И там вот я говорил о том, что очень много обсуждается на берегу, и причем обсуждается настолько много и настолько детально, что ты знаешь, вот, правила игры и в политике также происходят и так далее. Поэтому действительно она высказывала ожидания, да, что он так делать не будет, высказывалось ожидание, что такого происходить не будет, и это произошло, и ожидания не реализовались, и вот тут возникает эмоция обиды. Чтобы понять причину секса на стороне, неважно это замужество, замужем пара или нет, надо понять потом, почему такое происходит. То, что я сейчас буду говорить, не является догмой, да, и руководством к действию, является моим наблюдением за восьмилетнюю практику, и есть чем поделиться. Есть два фактора, которые предлагаю рассмотреть девушкам-юношам. Первый фактор – это фактор эмоционально-поведенческий. Это тогда, когда твой партнёр перестаёт уделять тебе внимание. Ему уже не так уж и важно, как ты спала, поела ли ты, как у тебя настроение. Проще говоря, когда мужчина перестаёт уделять внимание не только к литру, как мы с тобой когда-то говорили. Что ещё можно было бы стерпеть. Да. А перестаёт вообще быть участным в эмоциональном плане к девушке. Ему он забивает, ему всё равно, ему не так уж и важно, не так уж и интересно. Ему он останется безучастным. И девочка начинает голодать от этих эмоций. Согласна? Да. И вот тут начинается первый фактор, то, что ты уже упомянула, когда начинаются социальные сети, переписки, флирты, свидания без секса. Вот мы сейчас берём просто без секса. И многие девушки рассказывают о том, что я не хотела ничего, просто мне нужны были вот эти эмоции. Да, я просто хотела там убедиться, что я ещё ничего, что я ещё там в седле. Он оказывает внимание, и она заводится от этого внимания. И вот здесь возникает очень важный фактор номер два. Если в этой паре в сексе всё хорошо, у них отличный секс, и все друг друга удовлетворяют, и у мужчины нет яркого влечения к полигамии, тогда вопрос ещё не такой печальный, потому что вывести человека на диалог по поводу эмоций ещё можно. То есть первый фактор а-ля измен – это именно эмоциональное такое происхождение, когда начинается флирт. Это первый момент, который я хотел сказать. Здесь что можно делать? Здесь надо понимать, что если не хватает этих эмоций, надо с этими эмоциями как-то обходиться. То есть это инициирование диалога. Ты знаешь, мне бы хотелось, ты стал каким-то таким, мне уже как-то скучновато и так далее. То есть это первый момент. И второй момент – это именно сексуальная сфера. Когда мужчина кончает через две минуты и шила в стенку, и спать, когда она понимает, что что-то как-то… Или наоборот, женщина перестаёт быть участна в сексе. И вот если и первый, и второй фактор совпадает, то вероятности секса на стороне в разы увеличиваются. Я согласна, но ты сейчас так интересна. Ты говорила с точки зрения девушки. Девушке не хватает внимания, девушке то, девушке сё. В изменах-то, как правило, мужчин обвиняют. То есть получается, мужчина первый испытывает нехватку женского внимания. И, возможно, там начинает задерживаться на работе, или в пятницу вечером больше с друзьями, нежели домой и так далее. А можешь вообще вот так вот спалить вашу контору, и прямо вот пошагово стратегию мышления мужчины на грани измены. Вот с чего всё начинается? Жили всё, не тужили всё было хорошо. Ну вот если взять, опять же, вернуться к этим двум обстоятельствам, она стала менее эмоциональной. Ему уже ничего особо ярко не цепляет. Нету истории охоты, нету истории завоевания. Уже всё готово, уже всё понятно, что утром, что днём, что вечером. Тускнеет эмоции. Мужчина хочет получить эти эмоции в охоте, за коллегой по работе, в Инстаграме, ещё где-то. Но не факт, что он будет с ней заниматься сексом. Если... Знаете, когда ты это сказал, мне кажется, не просто того, что у мужчины уже не получается охотиться за своей женщиной, происходит большее. Она начинает охотиться на него, его одомашнивать, как кота, как щеня на поводочек. Давай, чтобы всем уже дома был, всё, кастрюля, борщ ждёт. Здесь, я думаю, что надо быть честным и мужчине, и женщине, что мужчины так или иначе будут испытывать желание видеть яркие глаза женщины. Но, опять же, всё зависит от того, что он видит в своей женщине. То есть, если он по природе полигамент, вот ты ничего с ним не сделаешь. Вот, то есть, надо поставить правильные глаза. Если он хочет других женщин, если он хочет эмоций на стороне, как бы ты там ни глотала, и какой бы там у тебя док не был, да, ты ничего с ним не сделаешь. Это надо понимать и обсуждать. Ну, это так называемые высокопримативные мужчины такого самцового типа, да, это часто там кавказцы, и часто определённо это от национальности зависит. Ну, от темперамента, скорее. От комплекса внутреннего, что ему даёт вот это множество женщин, что он закрывает этим комплексом. Но дело даже не в этом, а дело в том, что ты не можешь изменить человека просто потому, что тебе не хочется. Я думаю, что если женщина закрывает все мужские потребности, он не будет рисковать этой женщиной. В то же время, если женщина закрывает все мужские потребности, он не будет ей рисковать. И если мужчина закрывает все её потребности, она тоже не будет рисковать. Потому что, она говорит, зачем мне рисковать стабильным, внимательным, состоявшимся человеком, который еще и сексом занимается неплохо, когда непонятно, какая там шкура где-то пробежала, хвостом вильнула, что я буду рисковать. То есть у них возникает у девочек в голове момент, они потеряли ли я лучшее, зачем лишний раз рисковать. Но если говорить про мужчин, вот эмоциональный аспект, он очень важен, не всегда он вступит в половую связь. И тут многим женщинам можно проявить некоторую мудрость, понимая, что на что-то надо закрыть глаза. Потому что женщина, которая постоянно патрулирует его телефон и патрулирует еще что, она хочет узнать. Вот не всегда узнать вот эти детали нужно, потому что не факт, что он с ней спал, не факт, что он будет с ней спать. Может быть это просто какие-то эмоции, может быть он говорит так, я не хочу ни с кем спать, но мне нужно какие-то эмоции получать, я буду как бы граничиться флиртом. Ну меньшей кровью, да, то же самое. И он так с собой договорился, чтобы не изменять своей женщине. Она находит переписку, подтягивает под это там 33 оргазма на стороне и начинаются проблемы, а он не докажет, что это не так. То есть ты согласен, что на стороне, вот в этом сексе с другим партнером, очень часто и мужчины и женщины ищут вообще не секса. То есть эта история измен, она очень часто вообще не про секс. Она не про секс, если мужчина не дает женщине эмоций, ей просто скучно и обидно, и она говорит вот хотя бы там. А если еще в паре с сексом проблемы, то риск, что она вступит в половую связь просто, простите, потому что хочется, гораздо выше. Поэтому, чтобы избежать секса на стороне, нужно работать и в плане эмоциональном, и в плане сексуальном. Вот здесь возникает проблема в парах, когда они не хотят либо обсуждать, они говорят, у меня все хорошо, у меня все нормально, а у меня нет. Он говорит, а что такое, что ты паришься, у нас все хорошо. Хорошо. И вот задача психотерапии инициировать диалог между парой, чтобы они и эмоциональный аспект, и сексуальный дотягивали, дорабатывали. Но опять же хочется сказать такую, может быть, не очень веселую правду. Если мужчина сексуально полигамен, ты ничего с ним не сделаешь. Но ты не сможешь его захомутать так, чтобы он этого не захотел. Но в принципе верный мужчина есть. Верный мужчина есть при одном условии. Если его женщина сексуально его полностью закрывает, она и проститутка в постели, и она лучшая подруга, и она лучшая любовница, тогда да. Но это опять же вопрос сексуальности мужчины. А ты согласен, что спусковым крючком, наверное, 50, если не больше процентов измен является алкоголь? Нет. Алкоголь является не катализатором. Вот тут тоже интересный момент. А что такое алкоголь? Алкоголь – это транквилизатор для головного мозга. Что происходит? Вот есть ты настоящая, которая хочет так-то, туда-то, то-то и так далее. Вот ты настоящая такая. И есть твоя некая внутренняя цензура. Ты с этим не родилась. Ты это где-то нахватала. Что такое правильно, что такое неправильно, как нужно, как не нужно, а как это будет выглядеть. И ты начинаешь придумывать себе некие рамки. И возникает очень важный момент. Ты настоящая закрывается вот этими вот рамками и оценочными суждениями. Когда ты выпиваешь алкоголь, сила вот этих сдерживающих а-ля правильных позиций начинает слабить. И просачиваться начинает та настоящая конструкция, которую ты хотела сказать, которую ты хотела сделать. Поэтому алкоголь – не причина. Алкоголь – причина ослабевания внутренних вот этих вот рамок. И начинает вылезать черт из табакерки, только не черт, а настоящее внутреннее состояние. Поэтому посмотрите на то, как ведут себя люди в алкогольном опьянении, что они делают, что они говорят. Понимаешь, когда у нас есть главный бухгалтер, который вся такая последняя детственность колхоза, и после двух бокалов вина она там машет лифчиком на столе и говорит, кончите мне в задницу. Это как бы о многом говорит. Кстати, я знаю такой бухгалтер, что действительно, вот сейчас я тебе, да, я сейчас тебе расскажу с женской позицией, как это бывает. Вот, допустим, да, ты живешь там с мужем, с гражданским мужем, с парнем, и вот что-то как-то вот пошло шатковалка. Там не хватает внимания, еще что-то не хватает. Может быть, даже он не косячит, может быть, он даже просто работает, там пашет, чтобы ипотеку закрыть, но один хрен там, ну, сформировалась некая неудовлетворенность. И в какой-то момент, я не знаю, вот учитывая это когнитивно-поведенческая психотерапия или нет, для девочки вот нет лучшего лекарства от любых, да, от любой нехватки, как вот мужское внимание. Не внимание, вот не вот это пойти к подруге, там, ну, он у меня, да-да-да, ну, шлет, да, вот это вот все, там, да, вот эти банальные советы слушать, да он козел, бросил. Очень, когда у тебя проблемы с мужиком, прям вот честно по себе говорю, очень хочется мужского внимания. Ну, условно, прийти к папочке на ручки, сказать, папочка, меня обижают. Я могу рассказать внутреннюю подоплеку такого поведения. Смотри, предположим, возьмем энную девочку, у которой мужчина либо много работает, либо не очень к ней эмоционален, либо еще и гнобит ее. Ты посмотри, какая ты, какая у тебя задница, да вон, Люська, посмотри, да-да-дем. У нее и так была, скорее всего, заниженная самооценка, потому что она за такого дебила вышла замуж, да? Но дело даже не в этом. А дело в том, что если он продолжает давить на больные места, ей хочется поднять это. А что такое женская самооценка? Это мужское внимание и секс. Многие девушки начинают флиртовать не потому, что это безумный красавец Алан Делон, а потому, что его внимание дает ей кирпичик, значит, я не совсем, ну, понятно, кто. Более того, больше измен женских, вот сейчас, может быть, многие удивятся, девочки вступают в активную половую жизнь не потому, что им прям вау, как хочется посмешивать в штанах, а потому что факт, что он ее трахнул, говорит о том, что она что-то из себя представляет. Она говорит, тогда я, значит, с Петей, с Васей, с Лешей, с Максимом и так далее, значит, я желанна. Это как мыши, эти самые кролики трахались и даже не догадывались, что их просто разводят. Это вот она думает, что она поднимает таким образом свою самооценку, на самом деле ее просто имеют. Вот давай прям вот конкретно. Если тебя потянуло, неважно, ты мальчик, девочка, тебя потянуло на сторону, вроде жили-жили, все нормально, и чувствуешь, блин, захотелось. Может быть, ты встретил конкретного человека, может быть, появилось общее ощущение, что что-то, ох, кураж какой-то появился, захочется его куда-то девять. Что делать? Подавлять, бороться, анализировать, потакать. Как работать с этим? С желанием? Со стороны мужчины или женщины? А это будет разная работа? Думаю, да. Ну давай со стороны мужчины. Допустим, мужики нас смотрят, мужика потянуло налево, но он хороший парень, он хочет сохранить отношения. Первое, что я бы посоветовал, задать себе, если это мужчина, задать себе вопрос, что мне не хватает в этих отношениях? И вот тут очень важно, а это многие не умеют, сказать себе правду, вот честно правду. Потому что они начинают притягивать, я же в отношениях, я же вот так, я не должен так думать, я не должен так хотеть. Скажи себе правду, я хочу, например, вот эту девушку, задать себе вопрос, а что меня сподвигает к этому? Что мне не хватает от моей девушки? Мне не хватает этого, 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 или все это есть и мне мало? Вот если все это есть и мне мало, тут возникает вопрос. Если ты так сделаешь, сможешь ли ты с этим жить в паре с этим человеком дальше, ну, со своей девушкой? То есть надо принимать решение. Будешь ли ты оставлять отношения и удовлетворять какие-то недополученные истории на стороне, но при этом сохранив отношения, потому что человек хороший? Вот это очень частая история. То есть надо смотреть правде в глаза. Мужчина, который просто захотел кого-то трахнуть, но у него прекрасная девушка, прекрасная жена там, и прекрасный человек, стоит ли рисковать этим? Вопрос. То же самое касается девушек. Если вам захотелось какого-то мужчину, задайте себе вопрос, в чем причина? Если мне не хватает эмоций, внимания, теплоты от своего мужчины, окей, я это понимаю. Задайте следующий вопрос. Могу ли я получить вообще от этого мужчины? Потому что есть такие мужчины, которые могут, просто им надо подсказать. Они говорят, да, блин, что-то я накосячил, прости. А есть те, которые говорят, ну и что? Да, и тогда вопрос уже решается твоим выбором. То же самое касается секса. Есть еще один такой третий фактор, он только про девушек. Когда мужчина стабильный отец, состоявшийся финансовый человек, но он не дотягивает в сексе, и он холодный, дистанцированный, работает там с сменными сутками. Но она не хочет с ним расставаться, потому что он действительно дает ей социально-экономическую фундаментальную защиту, что для девушки в гинокоде очень важно. И вот здесь возникает еще один фактор. То есть она может терпеть и измены, и отсутствие, и холод, только потому, что она видит в нем стабильность. То есть здесь очень много нюансов, и все пары разные. Но ты когда-нибудь встречал истории в практике, чтобы хороший левак укрепил брак? Потому что, знаешь, девушки налево идут, они очень надеются, что если появится конкуренция, его это подстегнет. Вот он лежал на диване, ни хрена для меня не делал, а тут он понимает, что есть реальная маза меня сейчас потерять, что реально какие-то там звонки, смс-ки, еще что-то. И они очень надеются, что хороший левак укрепит брак. Ну да, но тут надо понимать, что есть грань. Надо знать мужскую психологию, мужского эго, что если женщина хочет спровоцировать мужчину на ревность и вывести как раз на эмоции, это часто может помочь. Например, он стал холодным, безучастным и так далее, он начал видеть, что она где-то там в телефоне, там где-то прихорошилась, там еще куда-то поехала, где-то трубку не взяла. Так минимум, знаешь, не сидит и не ноет. Ну что это не у него? Он говорит, так, Алёш, а что такое? А он говорит, а что, ты мне не уделяешь внимания, у меня там есть друзья, которые уделяют мне внимания. Так, а кто из друзья? И он раз и начинает проявлять активность, может сработать. А если мы говорим о леваке в плане секса, это может ударить совсем низко по мужской самооценке, со словами «даже не подходи ко мне больше», потому что он почувствует, что она выбрала его, потому что у него что-то лучше, длиннее, глубже, чем у него, и его вот этот внутренний комплекс, он не позволит ей это понять. Поэтому я всегда рекомендую обсуждать. Прежде всего, если не хватает эмоций, не хватает диалога и не хватает секса, обсуждайте. Ну а если ты обнаруживаешь себя в ситуации, когда тебе изменили, вот вскрылась, да, вот это вот роковое, я не знаю, ты понимаешь? Вскрылся половой контакт с другим человеком. Давайте вот без клише. Вскрылся, да, половой контакт с другим человеком. Что делать? Прям пошаговая инструкция. Потому что обычно кипишь паникой, и там вылетают вещи из окна, еще что-то. Или наоборот, я буду молчать, чтобы не дай бог. Ну, в основном у большинства людей начинаются эмоции. Но я бы здесь рекомендовал от эмоций попытаться уйти и задать… Вот просто запомнить этот вопрос. Давай подумаем, что его к этому сподвигло. То есть не надо бросаться «ты козел» или «ты такая-то». Задай себе вопрос. Если она или он так поступила, значит, на это была причина. Согласна? Да. Значит, надо не махать шашкой эмоционально, а задать вопрос «расскажи честно, что тебя к этому сподвигло». И если девушка говорит, я тебе говорила полгода, что это не так, это не так, это не так, и этого не хватает. Ты что делал полгода? Отмораживался. Но я не выдержала. Это одна история. Вторая история. Я просто увидел там красивую девушку, выпила, меня что-то потащило. Это другая история. Если вы узнали об этом или вам сказали, задайте вопрос и начните мыслить достаточно холодно. В чем причина? И когда вы узнаете истинную причинно-следственную связь такого поведения, вот тогда делайте выводы. Ну вот если причина, потому что я думаю, что сейчас половина зрителей сказал «во-во-во-во, моя тема». Ну мы просто бухнули, там просто Сереги, там получка была. Если ответ такой, мы просто на корпоративе выпили, и она просто встала, и у нее почему-то поднялась юбка, и мой член как-то случайно… Я проходил мимо, да. Он как бы случайно… Такого не бывает. Была четкая… У мужчины не работает физиология. Эта девушка может спать, а ей могут что-то засунуть, да, прости, как бы она может даже не в курсе. А у мужчины так не бывает. Ему как минимум нужно получить эрекцию, как минимум надо совершать поступательные движения, причем достаточно осознанные. Ну ты можешь себе представить? Нет, но есть вариант, что у него, конечно, встал, его связали, и как-то… Ну, вряд ли, да. Да и это вообще не я. Да, это меня бухгалтер совратила, она меня на стол положила, сама на меня села. Ну, вряд ли, да. Если вот ответ «выпили, потащила, прости» – «соу-соу». Прощать, не прощать – это важный момент. «Соу-соу», потому что подоплека я хотел этого. Вопрос следующий. Хорошо, ты этого захотел, потому что в нашей паре тебе что-то не хватает? Скажи честно, да, мне бы хотелось, чтобы ты была там такой-то… Или, ты знаешь, за последние два года ты набрала двадцатку, и я свою зубочистку в вулкан как бы уже не готов. Да, и надо быть честным. Поэтому я думаю, что очень важно не эмоционировать, когда вы об этом узнали, а вести конструктивный диалог, выводить на причинно-следственную связь. И как взрослые люди объясняют разговаривать. Если он сказал, что мне перестала нравиться твоя форма, физиология, он имеет на это право? Ну, имеет. Если он говорит, ну, я такой человек, ну, мне хочется разнообразные… Ну, он имеет на это право? Имеет. То есть, если говорить с точки зрения когнитивной терапии, люди не должны. Мы бы хотели, но, опять же, отталкивались от причинно-следственной связи. Иногда женщины, знаешь, сами, тут справедливости ради надо сказать, что они вот перестают за собой ухаживать, они перестают проявлять инициативу, они перестают, а мужчинам хочется современным, да, и начинаются проблемы. Если ты увидела переписку, увидела этот флирт, что тебе не хватает? Если он кого-то там завалил, что тебе не хватает? Если девушка пошла к какому-то другу там, и что-то там у нее раздвинулось, да, вдруг, что тебе не хватает? Будьте честными с собой, не надо вот эти клише, потому что алкоголь, потому что вот там захотелось. Будьте вы честными с собой. Чего вы все время себя обманываете? Но если ты такой человек, ну скажи ты самой себе правду. Я сейчас хочу много разных мужчин, или мне интересны там такие-то тела. Но обсуждаете это? Зачем создавать себе рамки, клише, а потом героически искать выходы из этой сложной ситуации? Они не могут быть честными. Они обманывают себя, они обманывают других, и начинается вот это вот перекат, перетягивание каната, кто спалится. Ну да, а давай тоже подтвердим или развеем еще одно клише, что если один раз соврал, изменил, то обязательно будет еще. Вот может быть измена действительно единичным случаем? Я думаю, да. Я думаю, да. У меня была такая история, когда девушке не хватало внимания, не хватало секса, и она была вынуждена уже, но уже перевалила все возможные и невозможные моменты, она обсуждала, обсуждала, обсуждала. Встретился в этот момент, кстати, вот мужчина, хочу вам обратить внимание, когда вы перестаете уделять внимание своей девушке и сексуально, и эмоционально, сто процентов нарисуется какой-то энергичный бездельник, который сделает это за вас. Вот я хочу, чтобы мы это прям принципиально оставили, потому что это сто процентов из ста. Это какой-то закон бездельника. Это закон абсолютно работает. Как только ты перестаешь уделять внимание и клитору, и прочим аспектам эмоциональным, сто процентов нарисуется в ВКонтакте. Привет, как ты? Какой-нибудь бывший друг. Про хиндей. Какой-нибудь там просто приходящий мимо. И парадокс в том, что твои отношения, которые ты выстраивала в восемь лет, то же самое с девочкой, просто какая-нибудь 19-летняя студентка может просто у тебя все это забрать. Просто потому, что вы не обсуждали какие-то аспекты и просто считали, что это и так понятно. Они же все считают, что и так понятно. И так понятно. Зачем разговаривать? Так вот, и этот пример, она все-таки пошла навстречу, там были свидания, и все-таки случилось непоправимое, где-то там в гостинице и так далее. И она пришла ко мне со своим неврозом, у нее начались панические атаки, у нее начались страх с ума, потому что она резко себя за это осудила. Она поняла, что никакого удовольствия она в этом не получила. Она поняла, что она не хочет расставаться с этим мужчиной, у него там хоть и это не так, и это не так, и это не так. И ей было так стыдно, ей было так неприятно, что она не могла эту вину отпустить. То есть бывает так, что этот секс, наоборот, ей покажет, что нет, я хочу быть с ним. Чтобы дома все было хорошо, на самом деле. Да, так тоже часто бывает. И с мужской стороны, он вот не ценил, не ценил, не ценил, как бы все домашнее, домашнее, потом пошел, сделал, увидел слезы своей жены и понял, что какой я был дебил, все-таки я хочу быть с ней. Порой нам необходимо, я думаю, иногда совершить такие ошибки, чтобы понять, что ценно. Но главное, чтобы не было поздно. Да, слушай, а с чувством вины это потом что делать? Мы говорим о том, что так или иначе она имела на это право. То есть мы говорим про принятие. И мы говорим о том, что так ли она виновата в том, что она захотела... Ну там вот именно терапевтический момент связан с принятием. И с принятием решений, и с принятием ошибок, или с принятием действий, безоценочное осуждение. Да, было бы лучше, если бы мой муж не приводил меня к такому голоду, который подвиг меня на этот эксперимент. Но я сегодня понимаю, что я пожалел об этом эксперименте. Но давай посмотрим, какой плюс. Плюс в том, что я поняла, что я хочу быть с этим мужчиной. И я надеюсь, что мы дальше будем развивать отношения так, что я больше не буду нуждаться в этой подребности. Она может с этими словами к нему прийти. Сказать, были такие обстоятельства, у нас был кризис, я поняла, что это все не мое, я хочу быть с тобой. Стоит ли признаваться в измене, ты как считаешь? Или не надо за здоровье головы на больную? А вот здесь очень сложный вопрос, потому что есть пары, которые вот так, как я сейчас сказал, скажут, да, окей, а есть мужчины, которым это так по яйцам ударить, что они скажут, я не смогу. И бывает так, что признавшись в связи на стороне, это может наоборот сплотить людей, где они понимают, что секс не будет причины к расставанию. Поэтому разговаривайте. И если вы узнали об измене, или у вас есть подозрение в этом, не надо орать дурниной и пеной, что он там скотина. А что подвело тебя к этому поведению? А в чем причина? И отталкивайтесь в принятии решения не от факта, что его пенис вошел в ее вагину, а отталкивайтесь от того, что его побудило. И если вы в ответах поймете, что эта история больше не ваша, и вы этого не хотите, принимайте решения. Если вы сможете обсудить и договориться, двигайтесь дальше. А я бы в заключении посоветовала людям научиться быть более чувствительными к своим собственным потребностям, к потребностям партнера. И понимать, когда вам не хватает секса, когда вам не хватает ласки, когда внимания, когда восхищение. То есть вот это тонкие-тонкие-тонкие грани, но людям кажется, что секс решает все. Я трахнусь, и вот это все, все, чего мне не хватало, оно будет закрыто. Но это не так, потому что я реально, я знаю там мужчину, который там, ну пошел там, проститутка, это нормальный такой вариант, я ее никогда больше не увижу, я ей заплатил, тут нет эмоций. Чпокнул там, слил что-то в жерло вулкана, ушел неудовлетворенно. Я говорю, ну блин, ты денег потратил, ты там рискнул все-таки с проституткой, это не так безопасно. И ты недоволен, чем ты, сука, недоволен-то еще? Он говорит, секс был, ты кончил, что тебе? Ну блин, как-то все было очень сухо, по-деловому, я так думал, будет флирт, какая-то игра, я думал, будет восхищение, мне хотелось, чтобы она как так, там, ну прикольчики, там хихиха. Твою мать, так тебе нужен был флирт, тебе нужны были эмоции, да, какого хрена ты пошел, блин, ну 35-летней старой проститутки, ты займа... Ну видимо, дешевая проститутка. Да, 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 она была достаточно дешевой, ее-то было нелегко найти. Знаешь, как тяжело в провинции найти проститутку в 3 часа утра. Вот, но дело даже не в этом, что если мужчины и женщины начнут отдавать себе отчет о своих потребностях, а еще уметь их озвучивать партнеру, это будет очень круто. Вы поймете, что очень многие вещи, типа там потребность в новизне, блин, поедьте и потрахайтесь в другой комнате, я не знаю, в другой позе, в другой стране, не обязательно за другим человеком, да, то есть очень многие наши потребности можно удовлетворить каким-то мирным путем, а не через секс там со старой 35-летней проституткой. И это будет очень клево, и это вас сблизит и улучшит ваши отношения. Да, обсуждайте и будьте честными с собой. Измена или секс на стороне, я считаю, от недосказанности. Всегда. Потому что если вы честны с собой и с партнером, у вас не будет а, либо поводов на это, б, либо даже такой ситуации. А даже если она и будет, она будет согласована. Ребят, надеюсь, что сегодняшнее видео, которое мы так долго уже собирались для вас снять, вам как-то поможет в жизни. Ставьте, пожалуйста, лайк, если оно вам понравилось. Спасибо. Подписывайтесь на наши каналы. Да. И на Виктории канал, на мой, я не ответил на вопрос, изменял ли я. Давай, просим, изменял, расскажи. Последние мои отношения длились два года, я не изменял, потому что у меня не было на это причины, потому что человек удовлетворял меня эмоционально и в сексуальном плане полностью. У меня не было на это потребности, хотя возможностей было тысячу. Это опять же к вопросу о том, что если ты закрыт полностью, тебе это не нужно. Ну а когда-нибудь вообще в принципе в жизни? А у меня не было много отношений, у меня было много дружбы, но вот отношения, которые можно было назвать отношениями, они длились два года, и там измен не было, потому что не было на это потребности. Это говорит о том, что если правильно выстраивать эмоционально половую историю, даже такой вот извращенец, как я, можно понять, что тебе это не нужно. А даже когда у меня были такие возможности, и когда у меня были такие вот как бы вот только вот скажи, и сейчас все начнется, морально не давал себе права, потому что я понимал, что мне это не даст ничего. Делайте выводы. Вот ты сейчас возродил, мне кажется, женскую веру в мужчин. Девчонки, вот делайте выводы. Если даже такой человек, как Красиков, у которого миллион возможностей каждый день изменять вообще кому угодно, жить свободной, половой жизнью. Ну да, 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 да. Сохранил, так сказать, целомудрие. Блин, ну верьте своих мужиков, наверняка они тоже смогут, тем более у них возможностей поменьше будет. Устраивайте отношения, чтобы они вас полностью удовлетворяли, тогда не будет таких проблем. Главное, будьте верными сами себе. Абсолютно.